Пряничные высеги всеманского черниговского скита, что на окраине Сергеева Посада, скрывают настоящие аскетические глубины. Запутанную, как внутренний мир человека, систему пещер. Рождественские каникулы не только возможность перевести дух, но и способ открыть новые смыслы. Достаточно просто погрузиться в себя. Кстати, с древности этот процесс уподобляли спуску в глубокую и темную пещеру. Изведи, Господи, из темницы душу мою, повторяли слова псалма создателей этих промозглых склепов, а сами зарывались еще глубже. Верили, тело надо смирять, чтобы душу освобождать от грехов и страстей. Температура здесь не выше 8 градусов. Грелись, как говорит предание, дыханием и лампадками, теплившимися перед иконами. Почему мы оставили такие не отреставрированными? Для того, чтобы показать людям тот дух, который здесь обитал. Чтобы напитаться этими молитвами, которые здесь творили подвижники благочестия гесеманского скита. Кстати, вот так же экскурсии по этим подземельям водил святой Варнава Гефсиманский, прозорливый монах, прославленный Иваном Шмелевым в повести «Богомолье». Ну а сами пещеры, погребочки, как называли их аскеты, здесь стал копать схемонах Филипп в середине 19 века. Вот в подземной Иверской часовне его гробница. Все у этого Владимирского крепостного мужика было, как у людей. Сыновья, хозяйство, планы на будущее, до внезапной смерти жены. Чтобы найти в страдании смысл, Филипп ушел странствовать по святым местам. Родители уже думали, что он помешался, чтобы как-то утешить его. Его женили второй раз. От второго брака у него родились дочеря. А после того, как и вторая жена скончалась, он решил совсем уйти из мира. Уйти под землю схемонах Филипп решил, побывав в Киево-Печерской лавре. Печера и есть пещера, в которой основоположники русского монашества, преподобные Антоний и Феодосий, начали свои подвиги. Воспитанником этой лавры был и киевлянин Стефан Махричский. Притеснение папистов в XIV веке заставили Инока уйти в Москву. А потом уже его ученики вырыли пещеры в подмосковных Талицах. Опять же, недалеко от Сергиева Посада. Существовала легенда, что пещеры идут до троицы Сергий Лавры. Но современные исследования этого не подтвердили. Единственное, точно известно, что есть продолжение пещер, но только на какую дальше протяженность неизвестно. После коммунистических десятилетий борьбы с религией эти пещеры вновь обрели только в 2007-м. Уже сам лабиринт узких ходов настраивает на смирение. Как Господь смирил себя, родившись в пещере, а иноки, чтобы смирять себя, ходили с наклоненной головой. Тишина, недоступность мобильной связи, тесные ниши, кельи. Все располагает к тому, чтобы остановиться и подумать хотя бы о смысле жизни. И помолиться, кто умеет. Особым вниманием пользуется неупиваемая чаша, помогает от зависимости. И чудотворный образ одного из самых любимых в России святых. Здесь люди, которые приезжают, почему-то именно святитель Николай очень активно молятся. И было свидетельство о том, что даже помог святитель Николай в какой-то своей просьбе. Самые известные в России монастырские пещеры находятся в Воронежской области под Девногорской обителью. По преданию, их начали рыть пришедшие с Сицилии схемонахи Ксенофонт и Асав. Уединение, впрочем, было не единственным смыслом. Спасаться эти норы помогали от набегов кочевников. В тесноте подземных храмов легче воспринять и то, зачем вообще в наш противоречивый мир спустился Бог. С помощью крещения, когда мы входим в церковь, с помощью покаяния и причащения тела и крови Христа, вот этой безгрешной, мы можем меняться. Мы можем тоже достигать святости. Вот для этого он пришел. Для того, чтобы спасти каждого человека от греха, от вечной погибели, от смерти. Пещера – один из самых внятных образов христианства. В Вифлеемской спаситель родился, в Гефсиманской воскрес. Ее уподобляют земную жизнь человека, но из нее открывается и лучший вид на то, о чем сказал Бродский. Из глубины вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца. Никита Корзун, Павел Качур, Илья Поличук, Олег Золотарев, Наталья Тарасенко и Александр Терзинов. НТВ.